Ф-1, индекс Грау 57Г721, в просторечии, финиша или, лимонка, ручная противопехотная оборонительная граната. Граната предназначена для поражения живой силы в оборонительном бою. Из-за значительного радиуса разлета осколков, до 150 метров, метать ее можно только из укрытия, бронетранспортера или танка. Что же касается наименования «лимонка», то оно появилось в годы Первой мировой войны. Многие считают, что граната получила это название за характерную форму, однако это не соответствует действительности. Дело в том, что та Ф-1, которую мы сегодня привычно называем «лимонкой», не что иное, как копия французской ручной гранаты образца 1915 года той же марки, только на французском языке «Ф-1». Однако у такой гранаты был очень несовершенный запал, который подрывал ее при ударе и потому требовал большой осторожности в обращении. Англичане обзавелись осколочной гранатой, с гладким корпусом и более надежным запалом с чекой конструкции капитана Лэмона. Название оказалось «говорящим», а поскольку в русской армии применялись гранаты различных систем, но больше всего среди них было французских, то и название «лимонка» перешло к ним, хотя первоначально так называли английские гранаты, однако единого мнения на сегодня не существует. Первоначально гранаты «Ф-1» снаряжались запалом «Ф-В. Ковешникова». В дальнейшем взамен запала системы Ковешникова в 1941 году на снабжение гранаты «Ф-1» был принят запал УЗРГ «унифицированный запал к ручным гранатам советских конструкторов Е. М. Вицыния А. А. Беднякова. После войны он был доработан и служит по сей день под названием УЗРГ «Универсальный запал ручных гранат модернизированный». История. В 1922 году артиллерийское ведомство РКК взялось за наведение порядка на своих складах. Согласно отчетам артиллерийского комитета, на вооружении Красной Армии в то время находились гранаты 17 различных типов. Осколочной оборонительной гранаты собственного производства в Советском Союзе на тот период не было. Поэтому временно на вооружение была принята граната системы «Милса», запасы которой на складах имелись в большом количестве – 200 тысяч штук по состоянию на сентябрь 1925 года. В крайнем случае, допускалась выдача войскам французских гранат «Ф-1». Дело было в том, что запалы французского образца отличались ненадежностью. Их картонные корпуса не обеспечивали герметичности, и детонационный состав отцаривал, что приводило к массовым отказам гранат, а того хуже и к прострелам, что было чревато взрывом в руках. В 1925 году артиллерийский комитет констатировал, что потребность в ручных гранатах РКК удовлетворена всего на 0,5%. Для исправления ситуации артком 25 июня 1925 года постановил артиллерийскому управлению РКК произвести всесторонние испытания существующих образцов ручных гранат, ныне состоящих на вооружении. Необходимо внести усовершенствование в гранату образца 1914 года, с целью увеличения ее поражающей способности. Сконструировать гранату осколочного действия типа «Милс», но более совершенную. В ручных гранатах F-1 швейцарские запалы заменить запалами Ковешникова. В сентябре 1925 года проводились сравнительные испытания гранат основных типов, имеющихся на складах. Основным проверяемым критерием было осколочное поражение гранат. Выводы, сделанные комиссией, звучали следующим образом. Таким образом, положение вопроса о типах ручных гранат для снабжения РКК в настоящее время представляется следующим. Ручная граната образца 1914 года, снаряжанная миленитом, значительно превосходит своим действием все другие виды гранаты и по характеру своего действия является типичным образцом наступательной гранаты. Требуется лишь уменьшить число отдельных далеко, свыше 20 шагов, летящих осколков настолько, насколько это позволит состояние техники этого дела. Это усовершенствование предусматривается прилагаемыми требованиями о новых образцах ручных гранат. Гранаты Милса и Ф1 при условии снабжения их более совершенными запалами признаются удовлетворительными как оборонительные гранаты, при этом гранаты Милса несколько сильнее по действию, нежели Ф1. Ввиду ограниченных запасов этих двух видов гранат надлежит разработать новый тип оборонительной гранаты, удовлетворяющий новым требованиям. В 1926 году были проведены испытания гранат F1 из имеющихся на хранении, на складах в тот момент имелся 1 миллион гранат данной системы, с запалом Ковешникова разработки 1920 года. По результатам испытаний конструкция запала была доработана, и после войсковых испытаний в 1927 году граната F1 с запалом Ковешникова под наименованием ручная граната марки F1 секунда запалом системы F. В. Ковешникова в 1928 году была принята на вооружение РККА. Все имевшиеся на складах гранаты были снабжены запалами Ковешникова уже к началу 1930-х годов, а в скором времени в СССР было налажено собственное производство корпусов гранат. В 1939 году инженер F. И. Хромеев доработал гранату, корпус лимонки стал несколько проще, утратил нижнее окно. Существует еще одна версия появления гранаты F1. В 1999 году полковник в отставке Федор Иосифович Хромеев сообщил в интервью журналу «Коммерсант власть», что в 1939 году им была сконструирована граната F1. В феврале 1939 года я получил задание на разработку оборонительной гранаты. В Москве я видел альбом, выпущенный российским генштабом в 1916 году, где были представлены изображения всех применявшихся в Первую мировую войну гранат. Немецкие и французские были рифленые, яйцеобразной формы. Особенно мне понравилась французская F1. Она точно соответствовала полученному заданию, удобное в бросании, безопасный запал, достаточное количество осколков. В альбоме был только рисунок. Я разработал все рабочие чертежи. Пришлось помучиться. Замени простой чугун, из которого была сделана F1, на сталистый, для увеличения убойной силы осколков. Как сообщил в интервью F. И. Хромеев, предварительные испытания гранаты были минимальны, было изготовлено всего 10 опытных образцов, которые были вскоре испытаны, а затем конструкция была запущена в серийное производство. Была создана какая-то приемная комиссия. Да нет, опять же я один. Дал мне начальник завода майор Буткин бричку-пароконку и послал на наш полигон. Бросаю гранаты одну за другой в овраг. И на тебе, девять взорвались, а одна, нет. Возвращаюсь, докладываю. Буткин на меня с криком, мол, секретный образец без присмотра оставил. Еду обратно, снова один. Боязно было. Не без того. Лег я на край оврага, увидел, где граната в глине лежит. Взял длинную проволоку, сделал на конце петлю и аккуратно зацепил ею гранату. Подергал. Не взорвалась. Оказалось, запал подвел. Так и вытащил ее, разрядил, привез, зашел к Буткину и положил ему на стол. Он заорал и из кабинета выскочил пулей. А дальше мы передали чертежи в Главное артиллерийское управление, ГАУ, и гранату пустили в массовое производство. Без всяких опытных серий. В 1942-1943 годах запал Ковешникова заменили стандартным унифицированным запалом УЗРГ. После окончания Великой Отечественной войны запал был усовершенствован. Повышена надежность срабатывания, и он получил обозначение УЗРГМ. Конструкция. Граната F-1 обладает следующими тактико-техническими характеристиками. Общий вес – 600 граммов. Вес ВВ – 60 граммов. Дальность броска – 35-45 метров. Расчетный радиус поражения – осколками, до 20 метров, ударной волной – 70-80 килопаскалей, менее 0,5 метра. Безопасное расстояние – 50 метров. Время замедления запала – 3,2-4,2 сек. Количество осколков – до 300 штук. Граната F-1 относится к ручным противопехотным осколочным оборонительным гранатам дистанционного действия. Конструкция ее оказалась настолько удачной, что без принципиальных изменений просуществовала до настоящего времени. Несколько изменялась и дорабатывалась с целью повышения надежности эксплуатирования конструкция запала. Ручная – доставляется к цели за счет броска рукой солдата. Противопехотное предназначено для поражения живой силы противника. Осколочное поражение производится преимущественно с помощью осколков металлического корпуса гранаты. Оборонительное – радиус разлета осколков превышает среднюю дальность броска гранаты с помощью мышечной силы бойца, что обусловливает необходимость броска гранаты из укрытия во избежание поражения осколками своей же гранаты. Дистанционного действия подрыв гранаты происходит через некоторое время после броска 3,2 – 4,2 сек. 9. Подобно большинству противопехотных гранат, F1 состоит из третьих основных частей. Запал. Граната имеет универсальный запал УЗРГМ или УЗРГ подходящий также к гранатам РГ-42, РГД-5. Запал УЗРГМ отличается от УЗРГ изменениями в форме спусковой скобы и конструкции ударника, позволившими снизить частоту отказов оружия. Взрывчатое вещество. Заряд взрывчатого вещества – 60 грамм тротила. Возможно снаряжение 3-нитрофенолом. Такие гранаты имеют увеличенную поражающую способность, но и срок хранения на складах жестко ограничен, по истечению граната представляет собой значительную опасность. Шашка ВВ изолируется от металла корпуса лаком, парафином или бумагой. Известны случаи снаряжения гранат пироксиленовыми смесями. Металлическая оболочка. Внешне граната имеет овальный ребристый корпус из столистого чугуна, профиль напоминает букву «Ж». Корпус – сложная отливка, льется в землю, возможно и какельное литье, отсюда и форма. Изначально ребрение создавалось для образования при взрыве осколков определенного размера и массы, также ребрение выполняет эргономическую функцию, способствуя лучшему удержанию гранаты в руке. Впоследствии некоторыми исследователями были высказаны сомнения в эффективности подобной системы формирования осколков. Чугун дробится на мелкие осколки независимо от формы корпуса. Нарезка корпуса облегчает привязывание гранаты к колышку. Общий вес гранаты с запалом – 600 грамм. В состав запала УЗРГ входят, помимо непосредственно корпуса, следующие элементы. Предохранительная чека, представляющая собой кольцо с двумя отрезками проволоки, которые, проходя через отверстие в корпусе запала, закрепляются разгибанием в отверстие с противоположной стороны запала и защищают чеку от случайного выпадения. При этом чека блокирует ударник, не давая ему ударить по капсюль воспламенителю. Ударник представляет собой металлический стержень, заостренный со стороны, направленный на капсюль, и имеющий выступ с противоположной стороны, которым он держится за спусковой рычаг. Также к бойку крепится ударная пружина, обеспечивающая его удар по капсюлю. Спусковой рычаг – изогнутая металлическая пластина, которая после удаления предохранительной чеки блокирует боек в исходном положении. После того, как граната брошена, спусковая скоба выталкивается давлением пружины бойка, и тот бьет по капсюлю, активируя его. То есть гранату с выдернутой предохранительной чекой можно держать перед броском неопределенно долго. Данная особенность позволяла сократить дистанцию замедления до минимума и практически исключить обратный переброс гранаты противникам в отличие, например, от германских образцов с терочным запалом. Капсюль-воспламенитель поджигает замедлитель. Замедлитель передает за определенное время форс пламени от капсуля-воспламенителя к капсулю-дитонатору и создает временной интервал между началом броска, момент высвобождения ударника и подрывом гранаты. В то же время, в отличие от гранат с ударным взрывателем, граната весьма безопасна в производстве и хранении, поставляется заводами в готовом к бою состоянии, чем выгодно отличается от последних, снаряжаемых обычно в войсковых мастерских. Детонирующая смесь капсуля-детонатора подрывает взрывчатое вещество гранаты. Использование. Для применения гранаты необходимо разогнуть усики предохранительной чеки, взять гранату в правую руку так, чтобы пальцы прижимали рычаг к корпусу. Перед метанием гранаты, продев указательный палец левой руки в кольцо чеки, выдернуть ее. Опытные инструкторы утверждают, что левша без проблем может держать и метать гранату левой, а чеку выдергивать правой. Граната может продолжать оставаться в руке сколько угодно долго, пока не отпущен рычаг. Ударник запала не может разбить капсуль, в принципе, если потребность в броске гранаты отпала, а чека не выброшена, ее можно, не отпуская рычаг. Вставить обратно, после загибания усика в чеки граната пригодна к нормальному хранению, источник не указан 1752 дня после выбора момента броска и цели, бросить в цель гранату. В этот момент рычаг под воздействием пружины ударника повернется, освобождая ударник, и отлетит в сторону. Ударник накулит капсуле через 3,2-4,2 секунды произойдет взрыв. Граната предназначена для поражения живой силы и небронированной техники. Поражающими факторами являются непосредственные фугасные действия взрывчатки и осколки, формирующиеся при разрушении металлической оболочки гранаты. Маркировка и хранение. Боевая граната окрашивается в зеленый цвет, от хаки до темно-зеленого. Учебно-имитационная граната окрашивается в черный цвет с двумя белыми, вертикальной и горизонтальной полосами. Кроме того, она имеет в нижней части отверстие. Боевой запал окраски не имеет. У учебно-имитационного запала кольцо чеки и нижняя часть прижимного рычага окрашены валой цвет. Гранаты F1 упаковываются в деревянные ящики по 20 штук. Отверстие для запала заглушено пластмассовой заглушкой. Запалы у ЗРГМ хранятся в этом же ящике отдельно в двух металлических герметично запаянных банках по 10 штук в банке. Вес ящика – 20 кг. Ящик комплектуется консервным ножом, предназначенным для открытия банки с запалами. Гранаты снаряжаются запалами непосредственно перед боем. При переводе из боевого положения запал изымается из гранаты и хранится отдельно. Целью упаковки запалов в герметичную тару является обеспечение максимальной сохранности в течение всего времени хранения, предотвращение коррозии и окисления компонентов детонирующей смеси. Боевое применение. Тактические особенности боевого применения. В условиях открытой местности эффективная дальность поражения противника при взрыве гранаты непосредственно фугасным действием боеприпаса составляет 3-5 метров. Радиус сплошного поражения живой силы осколками – 7 метров. Шансы на поражение осколками гранаты сохраняются на дистанции до 200 метров, но это утверждение верно только для крупных фрагментов гранаты. Как правило, это элементы запала, реже – фрагменты днища гранаты, основная часть чугунного корпуса, более 60%, при взрыве распыляется на мелкие неопасные осколки – 14. Чем более крупным является осколок, тем выше его потенциальная дальность поражения. Начальная скорость осколков гранаты составляет 700-720 метров в секунду, масса осколков в среднем 1-2 грамма, хотя встречаются как более крупные, так и более мелкие. Особенности поражающих факторов гранат закономерно определяют области применения в современных конфликтах. Наибольшим эффектом гранаты обладают в помещениях и замкнутых пространствах. Это связано со следующими факторами. Во-первых, в относительно небольшом помещении, размерами до 30 метров, все пространство находится в зоне поражения осколков. Также осколки могут рикошетить от стен, потолка и пола, что также увеличивает шансы поражения противника, даже если он находится в укрытии. Во-вторых, фугасное действие гранаты в замкнутом помещении многократно усиливается, вызывая контузии, баротравму, дезориентируя противника, что позволяет, воспользовавшись моментом, проникнуть в помещение и воспользоваться другим оружием для его уничтожения. Граната F1 более эффективна по сравнению с наступательными гранатами при штурме замкнутых пространств и помещений, так как из-за более высокой массы она дает большее количество осколков и обладает более выраженным фугасным действием. Все это позволяет с большей вероятностью выводить противника из строя. Тактические особенности диверсионного применения. Также гранаты F1 часто используются при постановке растяжек, что обусловлено количеством осколков, повышающим шансы на поражение противника, и надежным запалом, которому не повредит длительное нахождение в неблагоприятных условиях перед тем, как ловушка сработает. Комбинация из вторых гранат F1 создает растяжку, обладающую еще и некоторыми противосуперными свойствами, она взрывается при перерезании тросика проволоки. В спецподразделениях запалы гранат F1 дорабатывают перед установкой в качестве растяжки, спиливают детонирующий заряд и убирают фитиль-замедлитель. Также, можно снарядить гранату минным взрывателем мгновенного действия, подходящим по размерам, тем самым добиваются практически мгновенного взрыва и лишают противника 3,4 секунд на спасение. Применение в военных конфликтах. Править. В начале Второй мировой войны корпуса гранат снаряжали вместо тротила имевшимися под рукой взрывчатыми веществами, поисковики находят в районе Санкт-Петербурга гранаты, снаряженной дымным порохом. Граната с такой начинкой вполне эффективна, хотя и менее надежна. Во время Великой Отечественной войны F1 широко применялась на всех фронтах. В конце 1930-х и в начале 1940-х годов тактические наставления для пехотных частей рекомендовали F1 в том числе и в качестве противотанкового средства. Несколько гранат плотно увязывались в мешок так, чтобы детонатор одной из них оставался снаружи, мешок бросался под гусеницы или колеса вражеской бронетехники с целью вывода из строя ходовой части. Впоследствии данный метод не получил широкого распространения из-за своей относительно низкой эффективности. Широко использовались советские армии во время Афганской войны. Состоит на вооружении. Граната F1 состоит на вооружении во всех армиях стран СНГ, также она получила широкое распространение в странах Африки и Латинской Америки. Также существуют болгарская, иранская и китайская копии. В 2017 году выпуск гранаты под наименованием F1 освоен в Азербайджане. F1 в кино явное несоответствие действительности. В боевиках можно часто увидеть гранаты, подвешенные за кольцо предохранительной чеки на поясе или жилете. В реальности здравомыслящий человек так поступать не будет, во время боя приходится передвигаться по пересеченной местности, где высок риск зацепиться чем-нибудь за гранату и выдернуть из нее предохранительную чеку. После этого граната вполне закономерно взорвется, скорее всего, уничтожив бойца или как минимум демаскировав его. Во время боя гранаты находятся в гранатном подсумке или разгрузочном жилете, а при их отсутствии – в карманах одежды. Но следует заметить, что при использовании таких гранат в уличных боях между бандами часто применялось их ношение с помощью зацепления предохранительной скобой за поясной ремень сбоку или сзади, где граната прикрыта полами верхней одежды, либо, как и пистолет, могла быть в теплое время года скрыта под рубашкой на выпуск, в этом случае и то, и другое носили спереди. В художественных фильмах часто можно увидеть главного героя, эффектно выдергивающего чеку гранаты зубами. В реальности в большинстве случаев подобное действие приведет к потере зубов. Это связано с тем, что для удаления предохранительной чеки требуется значительное физическое усилие, это сделано намеренно для предотвращения случайных подрывов гранат. Также во многих фильмах можно увидеть, как граната, падающая в группу людей, разбрасывает их в разные стороны, убивая большую их часть. На практике это далеко не так. При подрыве гранаты не образуется мощной взрывной волны, действительно, люди, находящиеся в радиусе 2-3 метров от места подрыва, получают баротравмы, контузии, зачастую они падают на землю, но никого не отбрасывают от места взрыва на десяток метров. Осколки же поражают только непосредственно близко стоящих к месту подрыва. Обладая небольшой массой и низкой проникающей способностью, подавляющее большинство осколков не способно пробить тело человека насквозь. На этом и основан принцип спасения товарищей путем накрытия гранаты своим телом. В некоторых фильмах и многих иллюстрациях граната F1, черного цвета, что создает мнение о стандартности черной окраски гранаты. На самом же деле черная окраска означает, что граната учебная или является муляжом, боевые гранаты окрашены в зеленый цвет. При поражении осколками гранаты велика доля случайности, так, в некоторых случаях подрыв гранаты в непосредственной близости от бойца может только оглушить его, однако известны случаи, когда одиночный осколок гранаты поражал бойца, находящегося в укрытии на дистанции 70-80 метров от места подрыва граната. Для новобранцев метание гранаты часто представляет психологическую проблему, основываясь на представлениях, полученных из боевиков. Они считают гранату оружием чудовищной разрушительной силы и испытывают панический страх, что приводит к глупым и абсурдным действиям, которые действительно могут представлять угрозу их жизни. Так, например, они могут метнуть вместо гранаты чеку, а гранату оставить в окопе, уронить активированную гранату себе под ноги и, будучи парализованными страхом, стоять, дожидаясь взрыва, вместо того, чтобы отбежать и залечь. Также важно соблюдать технику безопасности при метании гранат в зимнее время. Граната при броске может зацепиться за торчащие части одежды и полететь в опасном для бойца направлении, или даже закатиться в рукав. Оценка проекта. В целом, данный образец противопехотной гранаты следует считать удачным. F-1 прошла проверку временем, имеет простое, надежное устройство, технологичное и проста в изготовлении, эффективно справляется с поставленными перед данным типом оружия задачами. Закономерно, что недостатки проекта вытекают из его достоинств. Достоинство. Благодаря своей простой и надежной конструкции граната F-1 состоит на вооружении уже около 80 лет без существенных изменений и, вероятно, еще долго не будет снята с вооружения. Достоинства, обеспечивающие такой долгий срок службы, следующие. Корпус естественного дробления, из которого успешно формируются поражающие элементы даже при повреждениях металлической рубашки. Дистанционный запал обладает относительно простой конструкцией и отличается высокой надежностью. Цельнометаллический монолитный корпус прост в изготовлении и может быть изготовлен практически на любом промышленном предприятии, даже не специализированном. Материал корпуса, сталистый чугун, очень дешев. Простота внутренней конструкции позволяет в условиях войны использовать вместо штатного тротела любую имеющуюся в распоряжении взрывчатку. Мощность взрыва данной гранаты такова, что, будучи брошенной в колодец, буквально, выбрасывает все находящиеся в нем предметы, включая воду. Это свойство полезно при штурмах различных шахт и тоннелей среднего диаметра. Если скрывающегося за поворотом, углом или иным препятствием на дистанции ближе 30 метров от взрыва противника не заденут осколки, то его почти гарантированно убьет резким пневматическим ударом, вызванным взрывной волной. Атакующему при этом запрещено находиться в туннеле, так как он сам может пострадать. Дистанционное действие подрыва позволяет забрасывать гранату к противнику, используя отскок от стен, потолка и различных препятствий. Недостатки. Править. Недостатки данной гранаты обусловлены преимущественно устареванием ее конструкции, а не недочетами при конструировании. К ним относятся. Низкая эффективность образования осколков при дроблении корпуса. Большая часть массы корпуса, до 60%, образует слишком мелкие неубойные осколки. В то же время, часто образуется и несколько слишком крупных осколков, повышающих опасную дистанцию и снижающих число осколков оптимального размера. Рифление корпуса, имеющее, в общем, случайный характер, не может обеспечить формирование осколков удовлетворительной формы и оптимальное распределение их по массе. Сама идея формирования осколков предсказуемого размера за счет рифления корпуса оказалась не совсем верной. Дистанционный запал не приводит к взрыву при попадании в цель, а срабатывает через некоторое время это свойство любого дистанционного запала, а не только у ЗРГ. Граната относительно тяжелая, что несколько снижает предельную дальность броска.